Всем привет! Сегодня у нас будет видео не надо заливать мать, хотела давно снять такого плана видео, постараюсь по сути вкратце перечислить все те плюсы, которые я вижу в этой стране для жизни, что сразу бросается в глаза, это то, что чисто на улицах, и честно говоря мы живем в это полтора года, здесь я ни разу не видела, как здесь убирают именно дворники, ходят там с метлами, есть коммунальные службы, конечно же, но здесь это несколько иначе, то есть я никогда не видела, что любят двор, но я видела, как убирают листья, ходят люди с такими как бы пылесосами, и машина, которая стригут газон летом, а зимой, а осенью, они эти листья пылесосят место этой же машины, никогда не видела, как стригут траву и вывозят мусор и забирают листья, видела, да, очень много урн, есть урны отдельно для какого-то бытового мусора, но чаще всего это урны, особенно в каких-то общественных местах, да и даже вот посреди улицы идешь, стоят урны для сортировки мусора, это пластик, это бумага и это стекло, и четвертый вид мусора, это еще смешивая для коммунарных отходов, есть специальный такой чек-лист, наверное, да, где прописано четко, куда какую мусор нужно сортировать, и что входит в пластик, что относится к коммунальным отходам, все понятно, мне очень нравится эта система, мы уже привыкли, мы сортируем, вот я себе домой в Украине, и я уже по привычке начинаю сортировать мусор, потом понимаю, что сортировать-то некуда, все в одно. Специальные курны для собак, и там же висят пакетики, специальные для уборки за сны и животные, и все убирают, и никто не стыдится, и это абсолютно нормально здесь, поэтому подорваться в этой зоне, вероятность, гораздо меньше, нежелее у нас. Здесь спокойно, кстати, продолжая эту тему, можно сидеть в парках, на газонах, сидят люди, молодежь, дети отдыхают, то есть могут просто положить вещи на траву, и дети, в частности, да, и могут играть там на турниках, или на детской площадке, допустим, то есть, без проблем, но, то есть, вероятность того, что там будут продукты жизнедеятельных ваших любимцев, невелика. Туалеты общественные, обычно здесь очень чистые, пускай даже платные, но здесь очень чисто, везде всегда есть мала, всегда есть туалетная бумага, но это немаловажно, редко когда здесь можно найти туалет, в котором реально пахнет туалетом, но вы вправе, за этим здесь следят. По поводу улиц, парков, все мне нравится, да, потому что все наблагоразовывается, даже в парках я оставлю кусочек видео, что на берегу озера есть парк, то есть, там есть лес, сосновый лес, и облагороженные сделаны дорожки в этом лесу, то есть, парк построен в лесу, на берегу озера, и мало того, на этом же берегу есть спортивная площадка с тренажерами, где вы можете спокойно заниматься, как вы, так и ваши дети, лавочки стоят, можно прийти, наслаждаться этой краской, рядом находится живой комплекс, живут люди, то есть, все цивилизованно, и природа рядом, все мне это очень безумно нравится. Плюс еще все парки облагорожены, трава зеленая, круглых год, так как и здесь зевра зима, довольно мягкий климат, круглый год у нас, можно сказать, глаз радуется и душа радуется, зеленые газоны, чисто, все управно, приятно наблюдать вот картинку, да, будто бы зима, вроде бы газоны, яркая, потому что зима сама по себе такой довольно мрачный период, в плане моральном, таком, морально тяжеловато зимой, да. Это зелень, мало того, что освежает пейзажи городские, такие еще здесь очень часто, практически везде дома, жилые дома в спальных районах, окрашивают разные цвета. Действительно, это очень оживляет районы, нежели серые, безликие, старые, возможно, а даже, может быть, и новые дома. Но я надеюсь, серых уж стоят, домов не будет, пускай хотя бы белые, я не знаю, вот это так мрачное, вот здесь очень свежо так смотрится, классно. Разница, очевидно, это смотрится новым, свежим, ярким, это понимает настроение, это красиво. Почему у нас вот это не делаем, я не знаю. А еще хочу сказать, что, правда, бросаются глаза, это поезда по приезжей в Чехию, это поезда, здесь очень комфортабельная поезда, если найду и вставить фотографию, как выглядит, это, вставу фотографию, это поезд больше такого, как бы, премиум пасса, потому что цены, правда, здесь одинаковые, если покупаешь билет, а билет нужно покупать, потому что входит постоянно контролер, ну, однозначно контролер проверит, если у вас нет билета, вам нужно купить у него билет, то есть проехать без билета, но не вариант. Если у вас нет билета, и вы отказываетесь платить, то у вас возникнет список. А есть поезда немножко другого класса, это идет как отдельное купе на 6 человек, с двумя диванами, очень комфортабельное, тоже, ну, поездатель, что по новее, там идет уже по два сиденья, которые более новые и более, скажем так, ну, ниже класса, поезда будет, стоимость билетов будет одинаковая, ну, вот так вот регулируется здесь. Что касается транспорта, я хотела бы сказать, что здесь, в любом, наверное, городе, или не считая каких-то маленьких городков или частных секторов, есть проблемы с парковкой. В спальных районах здесь большие проблемы, в Фраге большие проблемы везде с парковкой, потому что машины, наверное, больше не жили в день. Если не вовремя едешь с работы, можно переделись в минуте, ездить, искать вокруг дома, у которого ты живешь, место парковочное. Нельзя здесь зарезервировать место, то есть все равны. И вот у нас недавно была такая ситуация, чтобы вообще припарковаться практически невозможно. Был какой-то период времени, потому что в соседнем доме напротив закрыли парковку. Ну, там буквально несколько парковочных мест, а это очень решает вообще, это очень делает погоду, почему-то в этот момент у нас практически было нереально найти место. Если надо было кружиться вокруг, пока кто-то не уедет, они начали, наши соседи, соседнего дома, ставить свои машины к нам в углу. Есть платные парковки, довольно дорогие, это где-то 2 доллар, 2,5 в час. Довольно дорогие в Фраге, и у нас здесь могут быть и от 50 центов в городе поменьше. Мы живем на 90 километрах от Фраги, у нас довольно крупный город тоже, но у нас в парковке стоимость начинается от 50 центов, наверное, если я не ошибаюсь, да, в час. Дальше хочу сказать утра, а как мы уже строили эту тему, транспорт здесь без кондукторов, что касается автобусов, трамваев, троллейбусов, можно ли вы, если нет билета, заходить через водителя покупать билет, либо же есть вариант, есть 4 варианта купить билет, это у водителя, это заплатить картой, такие терминалы стоят, где можно картой сплотиться и купить билет, даже 5. Есть вариант еще купить электронный билет, управлять за смс на определенный номер и приходит электронный билет. Четвертый вариант, это купить билетик на поездку в таких валерках, которые стоят на остановках, либо же, пятый вариант, это купить билет еще можно, как в таких автоматах, которые стоят на остановке. Там тоже можно купить, либо же заплатить картой, либо же заплатить мелочи, монетами нужно заплатить, который не берет. И вспомнила еще 6 вариант, это купить проездной, проездной на месяц на неделю несколько дней есть разные варианты вот очень удобно много вариантов по поводу удобства все можно оплатить через приложение через телефоном картой что-то заказать можно через приложение что купить билеты можно через приложение я знаю что в наших странах тоже уже я знаю что в русскоязычных странах уже тоже переходы все приложения даже же билеты на трамвай можно купить в приложении но все же это очень удобно ты приходишь на почту можешь заботиться с картой может заплатить наличными как я уже перечислила что купить билет на транспорт можно тоже уже шестью способами очень удобно очень экономит время настояние в очередях что касается очередей здесь есть электронная очередь то есть можно например зарегистрироваться идти зарегистрироваться на сайте допустим очередь в полицию когда вы подаете документы на ну по какому-либо поводу либо же на консультацию можно зарегистрироваться на сайте либо же позвонить выбрать время но выбрать время неудобное для вас и свободное время либо же позвонить туда на горячую линию и выбрать время тоже которое вам предложит либо же прийти туда и взять билет в электронную очередь и ожидать значит тоже самое касается банков страховых почты тоже у нас почты в городе отделения небольшие поэтому у нас здесь живая очередь но я знаю что есть отделение ранее где берется электронный толщик и где берется толщик и ожидаете в очереди электронные пока на того не высадится ваш номер и настанет ваша очередь это очень удобно без всякой драки в очередях с бубльками которые начинают говорить я тут стояла что касается магазинов и акций скидок то это реально то есть если цена идет в скидке значит действительно до этого была не оценка ну то есть так как мы постоянно ходим в магазины да за продуктами допустим то есть если это скидка идет это реальная скидка скидка идет реальная то есть я знаю какая цена была до этого здесь очень выгодные акции по которым можно закупаться и экономить очень существенная сумма это касается как одежды это касается как одежды таки продуктов питания и бытовой химии например то есть также можно использовать приложение в каждом магазине практически есть бонусные скидочные карты ну карты клиента которые поэтому везде какие-то бонусы скидки и акции можно узнавать и вполне легко себе экономить возвращаясь о теме с животным хочу сказать что здесь нет практически не практически я ни разу увидела ведомых животных несчастных которые голодные скидаются вот правда ни разу не видела здесь чьих-то домашних животных увидеть вот так вот допустим ту же кошку и уже не посадишь на привязь да или там на поводок ну то есть у людей которые живут коты очень редко я вижу которые гуляют хотя бы даже во дворе сидят ну довольно редкая такая редкость собак очень много собак здесь любят животных здесь довольно строгие правила содержания животных ну то есть ты не должен зарегистрировать животные паспорт и прививки стоять на учете в ветеринар нужно животное обязательно и плюс еще платится налог на содержание животных цены отличаются в городах и деревнях например в больших и маленьких городах могут цены отличаться собак очень много диагнозов не знаю как кошек котов их же не видно там в домах и квартирах бывает иногда в частном секторе вижу сидят во дворах медики на солнышке нежек а касательно собак здесь очень много живут и в квартирах и в домах люди выгудывают их можно сказать круглосуточно в прямом смысле слова потому что и ночью и утром и днем и вечером два часа ночи в любое время суток можно увидеть людей гуляющих со своими собачками вот насчет экологии хотела сказать что также мне очень нравится что экология здесь под контролем постоянно контролируются выбросы экологический класс автомобилей выше в русскоговорящих странах контролируются выбросы с предприятий также контролируется качество воды обязательно мы можем пить воду из-под крана также мы были в австрии германии там это тоже есть какой-то определенный закон где ну то есть вы спокойно можете из-под крана пить воду есть закон который это регулирует контролирует чтобы качество воды было на высшем уровне здесь тоже хорошая вода питьевая из-под крана за экологией следят и это конечно тоже несомненно еще хотела наверное такой один факт затронуть что все исторические памятки реставрируются но множество просто большинство на особенно крупных городах очень многие здания реставрируются красятся и до финансирования это не может тоже не радовать и также понятно это приносит доход в стране от туризма ну а туристам несомненно приятно все смотреть когда это все не обшарпанно ну и естественно это привлекает туристов очень старое здание очень красивая архитектура много архитектуры в стиле порога много вот этой церкви мне кажется в реставрации довольно тяжело но это все очень хорошем сохраненном виде до наших дней сейчас я просто честно я восторгаюсь этим очень красиво и все поддерживается и все реставрируется финансируется наверное это все что я хотела сказать на данный момент довольно много перечислила я ехала в эту страну и была открыта ко всем новому никаких ярлыков никакого скепсиса никакой предвзятости у меня не было просто не было интересно скоро наверное выйдет видео о недостатках как вы видите много плюсов я перечислила я думаю наверное будет мне сложно снять видео о минусах но я постараюсь их найти они несомненно тоже есть как и везде но для меня их просто меньше хотя посмотрим всегда набирайте видео больше где какие-то недостатки минусы или негатив все ищут зачем в мире каждый день происходит столько хорошего а мы фокусируемся почему-то на большинство людей на чем-то плохом негативном давайте будем добрее и будем легче просто красиво относиться всего хорошего вам спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал для следующих видео всем пока спасибо за просмотр!